МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире «Воскресное время» и я, Ирада Зейналова. Вместе с моими коллегами, репортерами Первого канала, я расскажу вам не только о том, что происходило на этой неделе, для нас важно, как и почему это произошло. Интервенции на неделе не было, а значит, в ЦБ такой угрозы не видят. Дмитрий Кочетков, Кирилл Зотов, Роман Хайгородов. «Воскресное время» Первый канал. Действовать сообща российский президент уже прозрачно намекнул европейцам, нужно срочно выходить из бессмысленной санкционной спирали, ведь от этих взаимных наказаний страдает и экономика России, и экономика Евросоюза. Россия, по оценкам экспертов, теряет из-за санкций в этом году 40 миллиардов долларов, Евросоюз – 40 миллиардов евро. По словам президента Путина, попытки надавить на Россию санкциями нелегитимны и угрожают мировой экономической стабильности. Невыгодно никому. Упасть в рецессию в результате санкционной войны легко, выбраться сложно. Особенно на фоне падающих цен на нефть. Почему мировой рынок нефти играет на понижение, мы вернемся к этому вопросу. Но понятно, сейчас важно вернуться к первопричине противостояния Евросоюза и России. Ведь даже крупнейший немецкий журнал «Шпигель» в экспертной статье пишет прямо, «Евросоюз потерял Россию из-за Украины». По словам авторов, это была историческая ошибка, большой вклад в которую внесла канцлер Меркель. Гаганин переговариваясь с Киевом о Евроассоциации, ЕС не задумывался о том, что этот нажим закончится вторым разделением Европы. Сегодня последствия уже очевидны. И почему канцлер Меркель по-тефтонски настойчиво игнорировала все предупреждения об опасности, непонятно. Зато, отмечают аналитики, уже понятно, что Германия начала играть против России в этом кризисе, последовательно ужесточая свою позицию. Украина вместо углубления и расширения связи с Европой пока лишь получила разрушенную экономику и гражданскую войну. Но коллега Павел Пчелкин размышлял, почему аналитики уверяют европейская мечта для этого, как оказалось, очень хрупкого государства, сегодня далека как никогда. КОНЕЦ